У артиста главное настрой. Как он настроится на спектакль. Просто настроиться и работать. Этому правилу народной артистской России Зинаида Румянцева следует уже не один десяток лет. Но сегодняшний выход на сцену особенный. У актрисы юбилей, а потому волнение зашкаливает. Выходит человек, так уж он просто должен захватить как-то зал. Вот захватить зал. Вот главное захватить, а потом она поедет. Это я себя так взбодриваю. В сегодняшнем спектакле «Сон во сне по Достоевскому» Зинаида Румянцева играет Марью Александровну Маскалёву. Женщину властную, своенравную. Об этой роли Зинаида Владимировна мечтала давно. Выучила отрывок, показала режиссёру. Он не раздумывая решил, спектакль надо ставить. В главной роли, конечно же, Зинаида Румянцева. Я готова на коллегах молить тебя, чтобы ты позволила мне говорить. Ты слышишь, Зина, родная мать, умоляет тебя на коленях. Я люблю делать дело на сцене. Вот я люблю вести воз на сцене, понимаете? Вот представляете, как хотите. Ну вот я люблю запрячься они, вот так вот это и тащить. Вот это у меня в природе есть. Вот я люблю вот это. Мне интересно, дотащу я или нет до конца. Режиссёры говорят о Зинаиде Румянцевой характерная актриса. Хотя ей подвластны самые разные образы. От говорящего сверчка из Олушки до Сони из дяди Вани или Маши из Чеховской чайки. Я вообще начинала как травести. Сейчас такого понятия нет. Это амплуа травести. Играть мальчиков на сцене и девочек. Потому что я была очень маленькая, худенькая, со звонким голосом. Вот. Но вот так вот постепенно, постепенно. Кто-то в 40 лет уже уходит. Они уходят. У них стаж такой. И в 40 лет они могут уже на пенсию себе оформлять. Я сказала, какая пенсия в 40 лет. Я хочу попробовать всё в театре. На профессиональной театральной сцене Зинаида Румянцева почти полвека. Из них больше 30 лет служит липецкому зрителю. Преданно и честно. И публика отвечает ей взаимностью. Она удивительная актриса. Поражает своей искренностью. И для неё возраст совершенно не помеха. Она может завести зал. Она шикарно играет. Она просто зажигает. И вся публика, и весь зал. Только всё внимание на неё и на её игру. Несмотря на юбилей, она в превосходной форме. И хотелось бы пожелать ей побольше ролей и актёрского долголетия. На бенефис в честь юбилея Зинаиды Румянцевой приехали и её самые главные зрители. Дочь и внучка. Вырвались из Санкт-Петербурга меньше, чем на сутки. Дочь Зинаиды Владимировны хоть и не пошла по материнским стопам, но театр для неё всегда был частью жизни. Я вспоминаю своё детство. Я делала локи в гримёрке. Я даже помню, там какое-то было сочинение связанное с Эрмитажем. И я его писала именно в гримёрке. Я помню, что я часто ездила на гастроли. В юбилей Зинаиде Румянцевой вручили знак отличия за заслуги перед Липецкой областью. Море цветов и добрых слов. Всё для неё. Талантливый и неподражаемый. Вечно молодой и любимый. Коллеги читали ей стихи. А зрители по традиции долго аплодировали Зинаиде Румянцевой стоя. Ольга Бугакова, Валерий Фаустов. Липецкое время.